Десногорск Десногорцы активно принимают участие в голосовании Афганская дата – уроки мужества Энергетический пуск 4-го энергоблока Ростовской АЭС А сейчас об этих и других событиях подробнее В Десногорске пройдет большое событие Администрация Смоленской области, концерн «Росэнергоатом», школьная баскетбольная лига «Кэсбаскет» при поддержке Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» и Федерация баскетбола Смоленской области проводят Олимпийские дни баскетбола 8 и 9 февраля все желающие смогут окунуться в атмосферу настоящего спортивного праздника В нем примут участие олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта, легенды отечественного баскетбола, а также актеры фильма «Движение вверх». По этому поводу генеральный директор Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Сергей Фомин провел пресс-конференцию с первыми лицами города. Этот проект начинается у нас, как всегда начинается у нас, потому что Десногорск – это родоначальник, это мекка данного баскетбольного направления в концерне «Росэнергоатом». Мы очень этому рады и гордимся этим. Этот проект пойдет по восьми станциям и городам присутствия концерна и заканчиваем большим финалом в Смолинске. Всегда благодарны организаторам данного мероприятия, в первую очередь, Сергей Иванович Фомин, баскетбол. Он уже уверенно прижился на территории города Десногорска, и мы только будем его развивать, поддерживать. Проект вовлечены не только дети города Десногорска, но и, по сути, дети всех территорий расположения атомных станций концерна. Проект по активному вовлечению подрастающего поколения в занятия спортом. Ну и не только спортом, но и вообще в ведении здорового образа жизни. Торжественное открытие состоится 8 февраля в 3 часа дня в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна, а в 6 вечера – Олимпийское баскетбольное собрание в Нейтрино. 9 февраля в 2 часа дня состоится творческая встреча с актерами фильма «Движение вверх» и олимпийскими чемпионами. И торжественное закрытие пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна в 6 часов вечера. 6 февраля глава города Андрей Шубин провел плановое совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб. О том, какие вопросы рассматривали на совещании, мы расскажем в нашем сюжете. В начале совещания глава сообщил, что с 1 февраля председателем комитета по культуре, спорту и молодежной политике назначена Анна Королева. Андрей Николаевич вручил диплом лауреата регионального конкурса творческих работ «Учитель здоровья России в 2017» педагогу третьей школы Светлане Петровой и поздравил ее с победой. В настоящее время администрация Десногорска разрабатывается стратегией социального и экономического развития нашего города на период до 2030 года. В рамках разработки этой стратегии, а также в рамках реализации проекта «Гражданин страны Росатом» нами подготовлен план мероприятий по общественному обсуждению, направления которые будут включены в эту стратегию, а именно экономическое развитие, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, спорт-молодежная политика, общее дошкольное и дополнительное образование, организация муниципального управления. План проведения дискуссионных площадок с привлечением общественности, всех заинтересованных лиц размещен на сайте. Коммунальные службы борются с последствиями большого снегопада. Продолжаем бороться в дворах с последствиями снегопада выходного дня. Персонал выведен, работает, дорожки расчищены. С завтрашнего дня планируем начать вывоз снега из дворов. Сегодня техника работает, придана в помощь службе благоустройства. В Весногорске стартовали Олимпийские дни баскетбола. С 8 по 9 февраля в нашем городе стартует праздник Олимпийские дни баскетбола. Мы приглашаем всех желающих 8 февраля в 15.00 на торжественное открытие, которое состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна, в 18.00 на Олимпийское баскетбольное собрание в Некрином. 9 февраля в 14.00 мы приглашаем всех в Центр культуры и молодежной политики на творческую встречу с актерским составом кинофильма «Движение вверх». В 18.00 физкультурно-оздоровительный комплекс Десна на торжественное закрытие. Отдел социальной защиты Десногорска информирует руководителей предприятий города. В городе Сочи в период с 9 по 13 апреля будет проходить неделя охраны труда. Поэтому до 1 марта 2018 года нужно подать информацию в Департамент по социальному развитию о делегациях или делегатах нашего города, которые будут заниматься в этом участии. По результатам мониторинга в школах заболеваемость регистрируется менее 20%. Учебные занятия проходят в обычном режиме. В 2018 году в Десногорске пройдет благоустройство общественных территорий. Выбрать объекты для реконструкции могут сами горожане путем интернет-голосования. О том, как проходит голосование в Десногорске, смотрите в нашем сюжете. Всего за оба проекта проголосовало почти 11 тысяч человек. По проекту «Комфортная городская среда» более 9 тысяч голосов отданы за реконструкцию парковой зоны между первым и вторым микрорайонами. Парковая зона, она грязная, и деревья старые надо вырубить, и может быть какие-то, ну я не знаю, скамеечки хотя бы поставить. Там гуляют часто довольно пожилые люди или с детьми с колясками. Лавочки можно сделать, можно что-то, столики может быть сделать, ну столики может и не надо, лавочки 100% надо делать, чтобы люди отдыхали. Даже я пенсионер, я тоже могла бы отдохнуть, посидеть. Пошла погуляла, пошла отдохнула. По проекту «Любимый город» 48% голосов отданы за реконструкцию фонтана. Тем не менее, многие жители, а это 30% проголосовавших, считают, что необходимо установить детский игровой комплекс с резиновым покрытием. Вот детский игровой комплекс не хватает нам для детей. Детский комплекс. Почему? Ну потому что дети – это наше будущее, елки-палки. Ну за них надо беспокоиться. Вы можете проголосовать на сайте администрации Десногорска – desnogorsk.admin-smolensk.ru. В интернете, на площадках «Десногорск пресс-служба», «Инстаграм», «Фейсбук», «Твиттер», «Вконтакте». Уважаемые десногорцы, принимайте активное участие в голосовании. Давайте сделаем наш город красивее и лучше. В России 15 февраля отмечается День вывода войск из Афганистана. Это не только повод отдать дань памяти тем, кто погиб в страшной войне. Это еще знак внимания и заботы о тех, кто прошел бессмысленную и никому не нужную войну, которая длилась дольше, чем Великая Отечественная. 6 февраля сотрудники историко-кровеческого музея подготовили программу для школьников, посвященную Дню вывода войск из Афганистана. Ребята познакомились с фотографиями и солдатской одеждой того времени. Урок мужества провел Дмитрий Попов. Он участвовал в афганской войне, был старшим лейтенантом воздушно-десантных войск. Дмитрий Михайлович – единственный в Десногорске кавалер боевого ордена «Красной звезды». Он рассказал школьникам о своей жизни на войне и дал советы на будущее. Старайтесь, чтобы вы были индивидуальностью. Не индивидуумом, а индивидуальностью. Потому что сейчас очень… Вот посмотришь, даже на ваше поколение, кто-то постарше, да, вот по улице, особенно касаются парней. Все время идут стаи, сбиваются в какие-то стаи, то есть поодиночке они себя чувствуют некомфортно, потому что никто из себя ничего не представляет. Вот такое ощущение создается. А вы постарайтесь сделать так, чтобы вы говорили, о, вот Иванов пошел, он знает английский на 5 баллов, да? Там пошел Петров, он знает математику там на 5 с плюсом. То есть вот это вот. Дети слушали Дмитрия Михайловича, затаив дыхание. Мне очень рассказ понравился, было интересно узнать о произошедшем. Это достаточно… То есть по самому рассказу, это когда у нас сам человек это все проходит, это чувство не передать словами. И таких людей, как Дмитрий, очень мало осталось. И проникновенно это должно было стать для мужчин, чтобы они были такими же защитниками. Ушла в историю афганская война, но в памяти людской ей жить долго, потому что эта история написана кроме солдат и слезами матерей. Поколение, опаленное ее огнем, как никто, усвоило военные и нравственные уроки той трагической войны. И об этом должно знать молодое поколение. Ростовская область более чем на 50% будет обеспечена атомной энергией. Это произойдет в 2019 году, когда четвертый энергоблок Ростовской АЭС выйдет на номинальную мощность. Пока же на этапе энергетического пуска его разогнали только на 30%. И он начал выдавать в сеть первые киловатты электроэнергии. Персоналу БЩУ приступить к ступенчатому набору мощности при этом. Эти команды и последующие действия малопонятны непосвященному обывателю, ведь внешне события всероссийского масштаба, энергетический пуск четвертого энергоблока Ростовской АЭС, выглядит достаточно прозаически. Несколько переключателей переводят в рабочий режим и ноль на счетчике мощности сменяется постепенно растущими показателями. Мощность блока 285 мегаватт. 300 мегаватт. Когда энергоблок выходит на 30% от номинальной мощности, а из уст президента страны, наблюдающего за процессом в режиме телемоста, звучат поздравления, волнение на лицах работников станции и руководителей Росатома сменяется уверенностью. Уверенностью в том, что последующая запуском длительная процедура динамических испытаний и физических экспериментов пройдет в штатном режиме и четвертый энергоблок начнет выдавать свою долю электроэнергии в энергосистему страны. «Если говорить про выработку, которую будет давать этот энергоблок, это примерно 8 миллиардов киловатт-часов в год. То есть я думаю, что недалеко от того времени, это может быть 2019 год, когда Ростовская атомная станция выработает больше 30 миллиардов киловатт-часов в год». Этот энергетический уровень был достигнут в рекордно короткие сроки. В течение всего семи лет на Ростовской АЭС были введены в эксплуатацию сразу три энергоблока. Станция стала своеобразным университетом, где возродились строительные компетенции атомной отрасли, позволившие российским атомщикам занять лидирующие позиции в мире. «Здесь, на Ростовской земле, был установлен целый ряд рекордов. Скажем, главный циркуляционный трубопровод был сварен в 96 дней, а советский рекорд – 150. В два-два с половиной раза сократились сроки запуска блока, что называется, от первого бетона до подключения к сети. И самое главное, конкурентоспособные преимущества Росатома, не выходя из контрактной цены, в точные сроки построить энергоблок в любой стране мира, в любых климатических условиях». Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – disna.defis.tv.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова